Как найти работу женщине? В Ивановском центре занятости населения развернулась ярмарка вакансий для представительниц прекрасного пола в честь Дня Матери. Ивановскую ярмарку посетили более 200 женщин. Ежегодно в службу занятости у нас обращается порядка 20 тысяч женщин, ищущих работу и желающих к ней приступить. У нас действует очень много различных программ помощи и поддержки гражданам, ищущим работу, в том числе и женщинам. Это и профориентационные мероприятия, и профессиональное обучение безработных женщин. В течение этого года в регионе трудоустроили порядка 7 тысяч безработных женщин. На эту ярмарку пришли 13 работодателей из образовательных учреждений, страховых и транспортных компаний, швейных производств, торговых фирм. Более востребованность на сегодняшний момент – это вакансии медицинских работников, швеи, продавцы, менеджеры, бухгалтеры, экономисты, менеджеры, торговая сфера, сфера общественного питания. По статистике, большинство женщин не может устроиться либо из-за возраста, либо из-за нехватки квалификации. Как шутятся искатели на рынке труда, хотят видеть 18-летних девушек с 30-летним опытом работы. На ярмарке постарались предложить вакансии, которые не требуют дополнительных навыков. Рабочие специальности не требуют специальных каких-то навыков. Все идет обучение и работа сразу, введение в должности, все одновременно. Также учеников швеи берем, которые вообще не требуются опыт работы. К ним предоставляется мастер, который их полностью обучает и вводит в должность. И это с первого дня обучения и оплата идет тоже с первого дня. Решить проблему с квалификацией помогут в Центре занятости. Здесь можно получить дополнительное образование. Еще одна проблема в трудоустройстве – низкие зарплаты. По статистике, в нашей области женщины получают от 12 до 18 тысяч рублей. Редко 20 с небольшим. Нас сократили в марте месяце. И до сих пор я не могу найти работу. У меня осталось полгода до пенсии. Работу найти уже тяжело. И тем более у меня заработок был неплохой. Ну, упаковщицу на Тимеязево попробую, схожу, знаю. Но там зарплата тоже 15 тысяч. У меня было больше. Почти все женщины ушли с ярмарки, держа в руках заветные номера телефонов и информационные листовки. Стоит отметить, что Центр занятости поддерживает также женщин, которые хотят открыть свое дело. При обучении и защите бизнес-плана они могут получить безвозмездную помощь 60 тысяч рублей. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.